Всем привет! Сегодня у нас хобби-влог. Кое-что купила новенькое. И еще интересная такая идея. Идею интересную я сегодня увидела у одной девушки. И потом это все расскажу чуть попозже. Так, из новинок у меня появилось... Ну, это у меня новинки. У других-то они уже давно есть. Это цветные карандаши с эффектом металлик. Которые с FixPrice думала, я думала. Нужны они мне или нет. В очередной раз зашла в FixPrice. Буквально вчера. И решила взять все-таки их. Я их как-то, когда они только появились в нашем FixPrice, я взяла попробовать и мне понравились. Я почеркала там. Ну, так. Я обычно так открываю. И вот здесь вот, то есть, немножечко потестирую. На мягкость, на жесткость. Вот. Карандаши мне нравились. И я думала, нужны они мне или нет. Но у меня есть два набора отдельные. Я покупала уже не помню точно, какие называются. Один, по-моему, Profi. И другой еще какой-то. Не знаю. Не помню точно. Вот. А еще один. Есть у меня в наборе. То есть, карандаши Brutphooner, которые из Китая. 160 цветов там. Тоже есть металлики. Они замечательные, классные, мягкие. Но некоторые цвета уже, знаете, сточились больше, чем наполовину. Где-то вот такие вот серые у меня там оттенки есть. Вот. Очень они мне нравятся. Но вот эти вот карандаши мне понравились. Не меньше, чем Brutphooner. Даже некоторые цвета даже лучше, чем те цвета, которые в Brutphooner. Очень понравились. Сейчас покажу. Я выкраску, кстати, попробовала я ими пораскрашивать. У меня сегодня закончился челлендж. И вот в этом челлендже я пробовала эти карандаши. Пока сейчас не могу сказать, какой именно был челлендж. Потому что он выйдет после этого влога. И будет потом уже неинтересно. Вот. Можно посмотреть. Посмотрите, как блестят. Эти вот карандаши Metallica с Fixed Price. Это вот неоновые, которые они вместе с ними продаются. 7,7 рублей. А это вот именно металлик. Посмотрите, как блестят. Они обалденные. Они очень мягкие. Ровненько накладываются. Надписи на карандашах никаких нет. Но они достаточно приятно пахнут деревом. И очень хорошие. Так что, если кто еще не взял, возьмите. Я вот подумываю, может быть, мне взять еще один такой набор. Потому что очень хороший. Я даже один карандашик уже точила. Точится. Я точу механической точилкой. Обычной, самой простой, дешевенькой. Очень хорошо затачивает до острого кончика. И сама по себе древесина не ломается. И очень хорошо точится. Так что могу порекомендовать. Кто еще не взял, берите. Хорошие. Так, и что, знаете, очень интересное у меня появилось. Это фломастеры. Представляете, кохинор фломастер школьная. 12 штук здесь. У меня очень много. Прошу прощения. Очень много разных фломастеров. Гора просто разных фломастеров. И я все время думала, нужны ли мне кохинор. И как бы думала, надо, не надо. У дочки у меня есть несколько наборов кохинор фломастеров. Она и не любит раскрашивать. Но она в основном по номерам раскрашивает. И ей они очень нравятся. Я как-то особо не задумывалась, нужны они мне или нет. Но когда увидела в ленте их по 90 рублей. Вот 12 штук. Сначала там были по 80. Я увидела 10 штук по 80 рублей. И потом уже смотрю, одна пачечка осталась, висит. Ну, как они обычно висят. Посмотрели, сколько стоимость. 90 рублей. Думаю, почему бы не взять. И вот последние забрали. Я прям там их проверила. Там у нас такой стенд с листочком. Можно попробовать фломастеры. Пишут, не пишут. Вот. И сейчас я вам покажу выкраску на них. Вот такая вот выкраска. Ну, то есть обычные такие довольно-таки цвета. Но мне они понравились именно по нанесению. Они такие мягкие. Они не скрипят. Очень мягко накладываются на бумагу. Вот смотрите, этот цитрадный лист практически ничего не просвечивает. Так что очень хороший. Вот если сравнивать, да, вот фикс-прайсерские я здесь тестила. Эти фломастеры. Это обычная цитрадка. Ну, то есть листок. Вот. И для сравнения... Ну, не то, что для сравнения. У дочки два вот таких вот точно одинаковых таких вот цвета. Они такие ближе к телесному. Но это уже кахинор. Но другое. Вот видите, здесь у этого фломастера край сделан так. А здесь вот он. И они разные. Ну, то есть колпачки немножко разные. Внутри фломастеры очень похожи. То есть у них... Здесь вот треугранные у обоих. У этих чуть длиннее пишущий узел. У этих покороче. Так. И вот эти вот карандаши, они... Ой, фломастеры, они более жесткие. Надпись у них одинаковая. А вот именно вот с такой вот штучкой. Ну, то есть здесь заглушка такая. Здесь туда вовнутрь. Очень мягкие. Эти тоже хорошие. Тоже ровненько наносятся. Но они все-таки жестче, чем эти. Я наконец-то себе решила при... Ну, не то что приобрести. Взяла такой вот блокнот. Здесь у меня будут всякие мои почеркушки. А то я все обычно всякие листочки ищу. Здесь он я выдернула, которые... Два листочка было начато. То есть, если сравнить, наносится очень легко и очень приятно фломастер. Полосит, но не очень сильно. То есть чуть-чуть совсем полосит. И, я не знаю, вот так мягко наносится этот фломастер. Просто обалденно. Я, если честно, не ожидала, что будет такое вот нанесение мягкое и ровное. Мне очень понравились эти фломастеры. И мне кажется, эти фломастеры у меня будут теперь самые любимые. Ну, то есть из тех фломастеров, которые у меня есть. Посмотрите, как ровненько наносится. На больших участках они, конечно, полосят. Ну, и вот для сравнения вот этот фломастер. Он более жесткий, но он тоже достаточно хорошо наносится и не полосит. Но он более жесткий, чем этот, чем эти. Так что я обязательно куплю себе 30 цветов, 30 штук набор. Потому что мне очень понравились эти фломастеры Кохинор. Если они в 30 цветов вот такие, то возьму, конечно, такие. Если стать с такой вот заглушечкой, то, конечно, я буду только рада. Солнышко, смотрю, прям так сильно отсвечивает, что я уже и закрыла. Вроде все все равно сильно очень светит. Так что очень рада я такой покупке. Не ожидала, что они меня так порадуют. Вроде простенькие, недорогие. Потому что Кохинор они вроде как недорогие, считаются. Фломастеры довольно-таки бюджетные. Но по качеству они меня очень порадовали. Не протекают. На маленьких участках не полосят. Вы знаете, всякие цветовые квесты будет очень хорошо раскрашивать. То есть я очень-очень довольна. В 12 цветах вот такие вот выкраски. Так, что еще хотел сказать. У меня спрашивали как-то, какие фильмы я сейчас смотрю. Тоже интересовались, чем увлекаюсь. Я выставила видео, кто смотрел, видели о моих хобби. Не только раскрашивание и вязание, и там канзаши, и там подобное. Есть видео. Потом чуть позже выйдет вторая часть. Там еще другие мои тоже поделки. Поделки всякие. То ли творю, то ли вытворяю, короче говоря. И вот тоже спрашивали, какие фильмы я смотрю. Вот. Ну, в итоге, что хочу сказать. Недавно я посмотрела сериал «Сотня». Скоро должен в мае вроде выйти. Последний сезон. Ну, вроде как последний. Вот. Очень мне понравился сериал. Вообще классный. Я люблю такие фантастические фильмы. Вот. Так что, потом я посмотрела «Метро». Я даже записываю, что сейчас смотрю. Ну, вот посмотрела «Метро» наш советский. И «Свет в океане». Лена, Еленка, 74хобби, как-то на основном своем канале показывала книги, которые она читает. И показала книгу как раз «Свет в океане». И ей там в комментариях написали, что есть, оказывается, фильм такой. Я, если честно, не знала. Книжка мне частенько попадалась и в «Читай городе». Я все хотела взять. Думала, думала. Но в итоге как-то все не взяла. Хотя она у меня долго лежала и в корзине в «Читай городе». Но в итоге я посмотрела фильм. Мне очень понравился. С удовольствием посмотрела. Немножко загрустила даже в конце фильма. Потому что там такая грустная ситуация была в конце. Но в итоге фильм очень понравился. А сейчас у меня «Унесенное море» на очереди. Зулейха открывает глаза и «Отчим». «Отчим» – это послевоенный фильм. Ну, посмотрю еще. Может быть, что-то другое буду смотреть. То есть вот так. И сегодня я увидела, смотрела у Виолеты видео. И Виолета показывала такое интересное. Но она сняла отдельное видео. Из ее коллекции мама выбрала 10 раскрасок, которые ей нравятся больше всего. То есть в ее коллекции. И мне так понравилась эта идея. Но я отдельным видео не стала снимать. Просто вот как в хобби-влоге. Быстренько сейчас покажу. Так, у меня... Так, у меня не считая журнальных раскрасок, вот, судя по моему трекеру, вот, у меня... Сейчас скажу, сколько... 115 раскрасок, не считая распечаток и журнальных раскрасок. Вот, из этих раскрасок выбрала мне дочка 10 раскрасок, которые ей нравятся больше всего. То есть... Вот, ну, то есть, по ее мнению. Не то, что там... Какие-то там... Я не знаю даже, как это объяснить. Ну, короче говоря, 10 она выбрала. И сейчас кое-что меня, конечно, удивило. Я не ожидала, что ей нравятся эти книги. Ну, в итоге, давайте же посмотрим, какие книги ей больше всего понравились. Так, начнем с 10 места. На 10 месте, что меня очень сильно удивило, это Алиса Джона Тенниела. Я у нее спросила, я говорю, почему именно она? Потому что я как-то, ну, так... Ну, нравится и все. Ну, как бы, особого восторга я от нее... Как бы... Ну... Не питаю к ней особых восторгов. Но в итоге она сказала, что ей нравится и сама раскраска, и ей нравится, как я в ней раскрашиваю. На 9 месте, тоже было мне удивление, это прогулка по временам года. Она ее так полистала, посмотрела. Вот. И сказала, пусть эта книга будет именно на 8 месте. Рита Берман. Прогулка по временам года. Я не стала убирать раскраски по номерам. И все-таки кое-что попало. Удивительно, но это Звездные войны. Рисуем по номерам. Достаточно тяжелая раскраска, я считаю. До сих пор я никак не дораскрашиваю вот этого вот. Штурман, по-моему. Вот. И выбрала Даша именно вот эту раскраску. Получается 10, 9, 8. На 8 место. Именно вот эту раскраску. Она сказала, что ей нравятся здесь все картинки. И вообще, как получается результат. Так что, вот такой удивительный сюрприз. Тоже была удивлена, что получается, на 7 месте оказалась одна из моих любимых книг «Час заката» Марии Тролли. Сначала она добавила в список и «Сумеречный сад». Ой, вторая уже, да? «Сумеречный сад». Я уже забыла, как называется. Но в итоге потом она посмотрела и решила отобрать именно в «Час заката». Тоже долго она ее пролистывала, смотрела иллюстрации, смотрела мои готовые работы здесь. И в итоге выбрала эту книжку. Она правда чудесная. Вот если бы в ней еще была бы бумага получше, прям просто обалденная. Ну и следующее – это «Властелин колец» зарубежное издание, которое я заказывала с Азона. Это у нас первая часть. И тоже ей эта книга понравилась. Сказала, что здесь все детально проработано. Ей это нравится. Мне сама эта книга тоже очень нравится. Здесь обалденная бумага. Во второй части чуть похуже бумага. В этой, конечно же, вообще отлично. И тем более эта книга прошита. А вторая часть нет. Так, и получается 10, 9, 8, 7, 6. На пятом месте оказалась «Мироморфозы». Все хочу я ее начать. Наверное, начну прям вот не сегодня-завтра ее. Потому что хочется что-то пораскрашивать. Я не помню, ставила ли я ее в план о себе. Может быть, даже нет. Может, она у меня появилась позже. Того, как я план составила. Я уже не помню. Но факт то, что на пятом месте оказалась вот эта чудесная книга. Мне она очень сильно понравилась. До этого мне из книг Керби нравилась именно «Мироморфозы». Просто обожаю эту книгу. Но теперь, я вот не знаю, может быть, эта у меня станет любимой. Ну и «Мироморфозы» мне тоже очень нравится. У меня там уже много работ сделано. И эту, конечно же, хочется тоже пораскрашивать. Получается так. Десятое, девятое, восьмое, седьмое, шестое, пятое. На четвертом месте «Цветочный год». Тоже была очень удивлена. Я не знала, что дочке нравится эта книга. Здесь просто шикарнейшая тоже бумага. Работа у меня здесь. Ну и вот эту вот надо закончить. Я никак не закончу. Здесь просто обалденные иллюстрации с шикарной бумагой. Раскрашивать в этой книге одно удовольствие. Вот такая немножечко кремовая бумага. И такая вот просто шикарная книга. Так, на третьем месте, ну, я не удивлена. Я думала, что она вообще будет на первом месте. Это «Дисней» по номерам. Очень нравится ей эта книга. Но она не может не нравиться. Мне кажется, эта книга не может оставить кого-то равнодушным. Потому что здесь обалденные герои. Такие яркие и красивые. И я очень рада, что есть у меня эта книга. Понемножечку в ней раскрашиваю. Стараюсь по одной иллюстрации раскрашивать. Ну, можно даже если по четыре иллюстрации будешь раскрашивать, все равно надолго очень хватит. Ну, то есть в месяц, я имею в виду. На втором месте тоже я удивлена. Вот это вот, хоть и книжка-распечатка, но эту книгу мне присылала, вторую часть и вот эту присылала мне Света. Вот, и ей очень нравятся вот эти вот глазастики красивые. Ну, то есть я их считаю как полноценную книгу. Хоть и это распечатка. Свои другие распечатки я не считаю за книги. А вот именно вот эти. Ну, то есть я их считаю распечатки за раскраски. Ну, вот, то есть вот в этот список они у меня не вошли. Вот такая вот книжка на втором месте. Тут классные такие, все милые очень картиночки. Ну, и на первом месте очень я особенно удивлена. Это Мистерия от Колдыревой. Я здесь, ну, не то что частенько, но раскрашиваю. Есть у меня здесь готовые работы. Так что, на первом месте, по мнению дочери, из моей коллекции должна быть именно Мистерия. Так что, вот такой вот у нас топ-10, по мнению дочки. И, кстати, знаете, сейчас вот листала и вспомнила, что хотела сказать Лене огромное спасибо. Либо, кто меня тоже давно смотрит и, то есть, не пропускает видео, знает, что я веду трекер по раскраскам. Вот. И у меня здесь стоят номера страниц. То есть на какой странице. И я, например, если что-то раскрасила, я ищу по трекеру картинку. Ой, то есть, ну, то есть трекер именно той раскраски, которую я раскрасила, чтобы отметить, например, ту страницу, которая у меня раскрасилась. И мне каждый раз... Какие-то я уже помню примерно, где находятся, какие-то нет. То есть, вот. И мне приходилось, то есть, перелистывать, искать, где же эта иллюстрация. Ну, а теперь, когда я что-то раскрашиваю, это я увидела у Лены, у Лены и Еленки-74, которые... Спасибо, Лена, тебе огромное за эту идею. Я стала делать на обложке с обратной стороны номер страницы. Вот здесь, например, страница 76. На этой странице находится у меня Disney. По номерам вот именно это. Так, вот, Disney по номерам. Не нужно мне перелистывать, просматривать каждую страницу. Это я не то, что сейчас перелопатила все свои раскраски и записала эти номера. Нет. Это вот я, например, что-то раскрасила и тут же уже поставила этот номер, чтобы в следующий раз у меня уже номера были записаны. Это очень удобно. Ну, так что вот такой у нас сегодня получился влог. Показала вам топ раскрасок, которые выбрала дочка, которая ей больше всего нравится. Немножечко о покупках и вообще просто поболтали. Хочу еще попросить мужа, чтобы он мне тоже выбрал с моей коллекции. Я примерно знаю, что он может выбрать, потому что, когда я, бывает, его прошу, чтобы он мне... Ну, что раскрасить? Он мне в основном одни и те же раскраски выбирает. И я примерно знаю, какие он может выбрать. Но все равно мне будет очень интересно и вам, надеюсь, будет интересно тоже. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии. Как всегда, отвечаю с удовольствием на ваши вопросы. Ну и всем пока. До новых встреч.